Вы понимаете, что происходит полный трэш на канале, подсветочный трэш, это вообще жесть, я не знаю, как себя остановить. Мы сегодня будем с вами ставить вот такую штуку, это шар и флэр, который переносной, он переливается всеми цветами радуги, и я его сейчас установил сюда. Он, короче, портативный, его можно взять и унести просто с собой, куда хочешь его повесить. Вот так вот, охренеть. Все, мы на него посмотрим, расскажу все. Все, добро пожаловать, это Волк Декабрь, комментируйте, ставьте оценки, лайки, дизлайки, и будем задавать вам немножечко новогоднее настроение, или не будем, я не знаю, что мы сейчас будем делать. Поехали! Зритель, если будет тебе несложно, то чекни ссылочку, пожалуйста, в описании на Samsung Galaxy S9, проверь цену и возвращайся обратно. Вам будет несложно, мне будет очень приятно. Такой выходишь, думаешь на улице ночь, елочка горит. А нифига, время-то без 28 утра, правда, еще темно. О, смотри, темнотища, но снежок. Утречка, кофе в кастрюльке, практически готов. А у Лися тут какой-то модный завтрак делать. А, так-так-так, о, с авокадо всякие тосты. Завтракаем. У меня запеканка, у Тёмки яички, ну, здесь всякие тоже у Тёмкина запеканка и авокадишко. Так, фу, Тюбань, давай, первый на разведку пошел. Сейчас второй пойдет с кофеем. О, по традиции уже. Короче, выходим. У-у-у, на улице где-то минус 14 сегодня. Снегу намело, но я, как всегда, закаляемся. Закаляемся, мокрый снег идет. Блин, прикольно. Е-е-е, блин, освежать нереально. Сейчас бы еще на пробежку. О-о-о, офигеть. Мне, конечно, Тюбань, первый замерз. Тюбань, ты что, я вообще голый. Нормально. Нормально. Слушай, да, сейчас надо привыкнуть, потому что с ветром это совершенно другое. Еще и со снежком, но ощущение прикольное. Реально прям как из зоны комфорта выходишь, и прям это, сразу ясность в мозгу. Баба, баба. Ой, молодец. Баба. И, а, вот, давай, давай. О, о. Баба. А, я туда сесть? Фу, еще раз выходим на улицу. Только в этот раз уже полностью одетый. Сейчас буду здесь немножко все убирать. Ну, здесь, там, где тачки стоят, надо вокруг дома тоже все прибрать. А ну-ка, лопаточка, иди сюда. Так. Хлоп. А теперь можно делать. Блин, зима, это прикольно, когда реально много снега. Вот, к примеру, недели назад вообще была засада. Снега нифига не было, и прям зима не ощущалась. Сейчас настоящий декабрь, да, настоящий декабрь, класс. Немного почистил здесь. Одна проблема. У нас чуть замочек сломался. Нажимается, не открывается, блин. Жалко. Ну, ладно, все это, боем испытывается. Теперь нужно там это. Купил новый удлинитель. Сейчас нужно поставить, а старый спустить вниз нам. О, а то мы тут себе сделали вот так вот некрасиво. Видите, вот где-нибудь валяется. А нам нужно от той, вот оттуда, розетку кинуть сюда, чтобы здесь ничего не варялось. Потому что мы вот так вот, короче, поставили. Удобно заходить здесь. И здесь вон еще полно места. А здесь вот у Ори новое рабочее место ее. Надо было, блин, его не собирать раньше, а сделать его уже шестым рабочим местом. Собираем шестое рабочее место. Йоу. Ну, ты бы для Орики. У нас раньше этот стол как раз дома стоял. Вот. Фух, что-то я устал. Эй-эй. Смотрите, самое лучшее рабочее место. Да, самое лучшее. Как вы ее прозвали, египетская подсветка. Этими треугольниками. Не знаю, египетская подсветка. Во. Очень много народу написал, что это египетская подсветка. Ну, что, выкладываем прошлый выпуск. Открытый доступ. Опубликуем. Посмотрим, сколько будет соотношения лайков и когда появится первый минус. Сейчас затестим. Ну, что, давайте обновим. Посмотрим. Только выложу там. Не знаю, буквально чуть-чуть прошло. О. 46.0 пока. Отлично. О, смотрите, уже 85.0. Ничего себе. Идем на рекорд. 198.0. Эх, вот появилось. 217 и 3 минуса. Но ничего. Продержались. Недолго. Точнее, даже можно сказать долго. Ничего себе. 217 плюс в 3 минуса. Норм. Так. Едем дальше. Давайте с вами установим еще одну новую подсветку. Я вам ее уже показывал. Это называется EVE Flair. У меня, кстати, такая была. Я уже даже делал на нее отдельное видео. Дома она стояла у нас в Москве. Но через недельку она разбилась. Темка, когда еще был мелкий, подошел ее. Бам. И она была, ну, из стекла. Короче, разбилась. Была стационарной. Ну, именно светильник. Что это за штука такая? Это шар, который можно взять. Ну, он заряжается. Можно взять, поставить куда хочешь. И поменять его цвет. Короче, вот так вот. Давайте откроем, посмотрим. Что за фирма? Вы уже в курсе. Эргата. Да, мне опять просто на халяву прислали. Типа, Илюх, пользуйся. Очень хорошие, блин. Реально качественные вещи. Ну, и дорогие довольно-таки. Работает полностью с Apple HomeKit. И управляется с телефона. Вот. Но вот это новая версия этого плафона. И она отличается тем, что ее можно взять и перенести. Вот. Ставим приложение, открываем, смотрим. Та-дам! Все, конечно, должно выглядеть вот так вот. Вот он, этот шарик. Я в себя в подсобочке, чтобы там не шуметь. И что-то наруто все, и у нас дома много. Короче, вот он шарик. Что он у себя представляет? Он у нас стоит на подставке. Беспроводным образом. Индукционной такой зарядкой. Хотя нет, не индукционной. Короче, вот такими двумя коннекторами заряжается. Все. Вот здесь внизу есть коннекторы. Можно взять в руку или что-нибудь повесить вот так вот. Типа, как люстра будет. Вот, смотрите. Прорывается полностью с телефона. Заходим в приложение. Здесь у меня все устройства, которые вообще поддерживаются этой программой. Называется EVE. Нажимаем включить. Включается вот такая вот лампочка. Все. Это, в принципе, ее функционал. Можно запрограммировать, что у тебя будет, к примеру, цвет. Ну, какой-то из стандартных, которые здесь есть. К примеру, там, зеленый. Берзовый. Белый. Можно выбрать любой цвет. Под цветовой палитре. Ну, вы сами понимаете, да? К чему я веду. Просто можно выбрать белый цвет. Самый теплый для чтения. Самый белый. Например, такой. И все. Вот такой вот шарик. Этот сделан из какой-то пластмассы. То есть его, если уронишь, не разобьешь. Ну, я так думаю. Сейчас я не буду проверять. Но, потому что предыдущая версия просто стояла вот так вот на подставке. Там была лампа внутри. И вот это было из стекла. Короче, прикол в том, что можно взять и просто какой-нибудь повесить или взять с собой, или что-нибудь сделать. Короче, сделать везде. Нужен тебе антураж. Берешь бутылочку вина, выходишь на улицу. На скамеечку к себе. Берешь, ставишь. Хопа. Красота. Вот, смотрите, красота получается. Куда поставить-то? Даже не знаю. Слишком много подсветки получается. Хотя, я вот хотел туда в угол поставить. Надо вот сюда крышу вместо этой люстры повесить и все. Хотя туда и лампчики продаются. Я еще планирую вот сюда ее забабахать. Типа в уголочек. Чтоб она скрывала вон ту проводку, которая у меня здесь есть. Да, я вам как раз изначально говорил. И когда, к примеру, вот этот тайл не используется, то можно использовать вот эту. И плюс ее брать в любое место ставить. Ну, смотрите, много подсветки не бывает. Шарик стоит и полностью управляется отсюда. Что прикольно, можно при помощи хом-кита использовать. То есть, можно делать какие-то сценарии. Типа, когда приходишь домой, уходишь из дома и через Siri общаться. То есть, пришел, сказал там, Siri, включи, не знаю, светильник. Типа, его можно по-любому назвать. Включится. Прикольная штука. У меня только вот единственное. Вот этот комплект верхней ленты освещения. Давайте, может, кто не видел. Не знаю, есть такие на моем канале. Те, кто еще не видел, что у меня есть такая подсветка. Называется Leaf XZ. Обновить все светильники. Да не надо, спасибо большое. Вот так, включаем потолок. Вот это вот. Они есть комплекты с Apple HomeKit, а есть без. Но я взял без, потому что я, в принципе, этим HomeKit-ом... Я не люблю с телефоном разговаривать. Я пришел, нажал, все, поехало. Итого, подсветки до хрена, согласен. Но я же, блин, подсвеченный король. Самый, правда, соглашенный. Здесь, на складе, все горит. Надо лампу все-таки будет найти. Потом мы завтра уже в Москву уезжаем. Сверху потолок весь подсвечивается. Знаешь, за монитором топовая подсветочка. И вот и новый шарик. Хотя вот тоже можно сделать этим. Ну, чтобы цветовая волна была. Наверное, так будет прикольно. И вот она, подсветочка. Что происходит, я сам не понимаю. Это полный трэш. Да, прикольная штукенция. Я вам-то ссылку оставлю на сайт производителя в описании. Посмотрите, прочекайте. Потому что меня на хоряву прислали. Поэтому поделюсь с вами. Ну, прикольная, топовая вещь пока. Поставлю здесь, пусть стоит. Так, Моник завтра увозим. Ну, что, здесь пока ничего не делали. Надо в Москве что-нибудь купить, чтобы это... Давай, синенькая подсветочка. Мне нравится вообще офигенно в игре. Хопа. Точнее, даже можно не закрывать, потому что сейчас это очень красиво смотрится. А еще я тут подумал, что у меня же есть подсветка от USB. А что если бабахнуть подсветку за зеркалом в ванне? Тема. Ты можешь подойти, включить ее пультиком. В ванне лежишь вечером. Подсвечку за зеркалом включил. Романтик. Ммм. Ну, это может быть в следующих выпусках. Или как давно кто-то писал. Илюха, сделай подсветку унитаза. Делал уже. Ищите в прошлом влог в декабре. Если, кстати, вам будет интересно, что я делал год назад в этот же день, в влог в декабре, то ссылку тоже оставлю вам на это видео в описании. Посмотрите. Влог в декабре 2017 год, шестой сезон. А там уже есть ссылки еще год назад. Ты еще год назад. Такую постоянную фигню делаю. А я как всегда по стандарту. Кофеечек в кастрюльке. О, кофеек. Ну, а теперь в доме еще больше народу. Теперь с нами живет еще Олин дедушка. Кстати, у него болезнь Альцгеймера. И поэтому к нему теперь каждый день будет проходить сиделка. Ну, потому что, сами понимаете, с мозгами получается тяжеловато. Вот. Ну, не дай бог такое вообще никому. Итак, что, влог выложил. Все смотрится. Спасибо большое, что вы смотрите. Сейчас буду заваривать, точнее, уже заварил кофеек. Сейчас он немножко остынет. И время отдохнуть. Потому что мы сегодня проснулись. Поскольку мы сегодня... Полуседьмого мы проснулись. Темка нас поднял, сказал. Все, типа, давай, пойдем играть. Вчера я его научил слову «ты чё?». Теперь он говорит «чё?». С утра проснулся «чё?». Пойдем играть. И вот с полуседьмого там еще темно было. Туда-сюда, туда-сюда. Пока там убраться, пока сюда. Сами понимаете, работа дикая. Ну, короче, с ребенком. Потом мы поехали еще в магаз. Приехали. Чуть туда-сюда. Короче, совершенно нет времени просто посидеть, отдохнуть. Сейчас буду смотреть Гарри Поттера на айпаде. И тут когда-то месяц назад раскошелился. Это, кстати, вся моя библиотека именно в iTunes по фильмам. Но я здесь покупаю именно фильмы, которые я уже посмотрел. Хотя вот «Город героев», видимо, по распродаже взял. Все остальное, все, что я смотрел, то, что я смотрю, буду смотреть. То есть такие фильмы я покупаю. Вот, например, там «Крестный отец» по-любому должен быть. Там «Марсианин», да, «Интерстеллар», «Назад в будущее». Вот, «Гарри Поттера» всего люблю. И вот там было предложение, я помню, за тысячу... 990, что ли? Само выходит дешевле, чем покупать отдельное по каждому фильму. Купил удобно, что всегда под рукой. То есть, вот они, сколько здесь, 7? Я же забыл, сколько здесь, 7 серий. Вот они все здесь. Можно онлайн смотреть, можно скачать на айпад. Так что сейчас вот смотрю уже «Пятый орден Феникса». С Темкой идем гулять на санках, кататься. На улице снежок, так что отлично. Еще пока не очень темно. Пойдем, твои саночки найдем. Ручку давай, по классике все. О, осторожненько. Где наши санки-то там, за домом? Пойдем. Вот, вот, он. Такой же взрослый вообще пипец. Красавчик. Малыш мой. Где же мы с Темкой тут санки оставили? Вот наш гриль. Так. А вот наши санки. О, фу. У меня между инцинити днем еще полноценные тренировки на улице. Пробежки с тележкой. Это вам не это. Фу. Еще так 10 минут побегаешь, прям реально. Нормальный кардио такой. Блин, прикольно, что ты со своим ребенком делаешь. Вообще чума. Раньше мечтать об этом не мог. Жесть. Такой крутой. Темка, ты уж такой взрослый. Правда, еще свободно не говоришь. Но все понимаешь. Вот это уже другое дело. Вот это называется зима. У меня ребеночек есть в снегу. Крутотень. Кромко ешь. Блин. Мне кажется, что это навалит снегу. Чем тебе помочь? Уменька. Оля занимается уборкой. Ну, я там сверху снял. Вот здесь снизу. Вот эту дорожку чистим, чтобы по ней можно было ходить. То, что с этой стороны чего-то нападало, а с другой стороны нормально. Вот, смотрите, как наша инсталляция смотрится прикольно. Очень круто. О, уже Новый год начался. Правильно, атмосфера Нового года. Занимаюсь приготовлением к тренировке. У меня нету емкости для воды. Надо будет купить. Поэтому приходится вот так вот спасаться. Тоже самое кастрюлькой. Мелкий пока музыку там ставит. Притом только в дизель залипает. Да, и Мажин Дреконс ставишь. Сегодня будем делать. Кардио Рекавер, по-моему, называется. Да, Кардио Рекавери. Сегодня мышцы вообще просто убийственны. Убийственны после двух тренировок. Все, вот, болели те мышцы, которые до этого были вообще не задействованы в обычной жизни. Так, у меня целая кастрюлька воды на всю тренировку. Так, протирожку надо сейчас найти. И Кардио Рекавери. А зад самое интересное. Мне вот зад нравится больше всего тренировка Pure Cardio. Она самая вообще прикольная. Она там без остановок, четкая. Так, блин, звука нету. Ладно, конечно, погнал. Короче, ребят, это самая моя нелюбимая тренировка. То, что все медленно и все очень болит. Сегодня прям это, акробатические трюки какие-то. Пожарите, когда медленно и монотонно еще на прям болящие мышцы после вчерашней трени. Это пипец. Хоть вроде ничего не делали, но он весь мокрый. Как бы результат есть. Хорошо. Сейчас уже конец. 6 минуточек осталось. Так, ну в итоге заценить, что получилось. Шарик это небольшое дополнение ко всему этому действу. Блин, как мне нравится синий цвет. Подсветки потолка, это вообще прям охрененно. Подходишь здесь. Вообще отдельная своя атмосфера. Рабочее место охрененно. Здесь, во-первых, все переливается. Я до сих пор просто, знаешь, тупо садишься и начинаю смотреть, как это все красиво такими... Как это лава-ламп прям растекается охрененно. Притом камера всего этого не передает. Ну и шарик. Я, правда, не нашел пока, чтобы он переливался всеми цветами радуги. Типа, как этот цветовой волной. В общем-то в этом приложении так можно назначить. То есть какой-то определенный цвет. Но вот так вот. Вот. Очень круто, что очень много места и можно много всякой подсветки вставить. Многие писали, что или я, поставь вот эти квадраты вот сюда вот на стол. Можно. Но здесь очень много будет питания видно. То есть там прям такой реально набалдажник и очень много кабеля. Там я просто поставил, спрятал кабели. А на столбе их будет видно. Пипец. Прям пипец, как они постоянно будут в глаза бросаться. Так что хотя бы так попытался сделать, чтобы проводки по минимуму было. Там мы все убрали. Здесь ничего не видно. Я, кстати, завтра покажу. Сверло купил специально, чтобы дома можно себе тоже доску прорезать под квадратуру. Потому что реально все вот эти провода, которые отсюда идут, они просто меня убивают. И вот. Наверное, может, завтра, там, послезавтра. Ну, только, блин, не забудьте взять. Про сверлен дома. Да, я еще прикину. Потому что, в принципе, ты ничего не теряешь. Если прям, ну, короняк, когда тебе понадобилось, блин, такие столешницы продаются всегда. В любом количестве. Разных цветов. Вот их, кстати, посветлее мне больше нравится, чем, которые у меня дома. Темненькое. Вот чайочек. Как всегда вечером. Что-то кастрюлю так еще не убрал. Ну, что, Дарт Федер, ты здесь. Сейчас заканчиваю этот влог. Начинаю его монтировать. Отдыхать. Смотреть Гарри Поттера. Просто ничего не делать. Потому что после тренировок, после, конечно, напряженного дня, прям это... Хочется просто вот реально сесть. Ничего не делать. Спасибо вам, что досмотрели. Давайте с вами до завтра. Увидимся. Пау.